здравствуйте уважаемые жители колывани колыванского района сегодня особенное видео я интересуюсь этой темой исторической и вот мне посоветовал товарищ посмотреть одно видео я его после вот своих слов поставлю хотел бы обратить ваше внимание на то как расположена колывань посмотрите это к карта google google arch и вот так вот под наклоном посмотреть вот здесь существует обское водохранилище но уже там 70 лет назад и там 50 лет назад его не было и об текла между вот этих узких высоких берегов расположенных в новосибирске потом а вот так вот сквозь эти узкие берега проходила новосибирске мельникова и растекалась вот на такой большой площади люди старшего поколения понимают что весной это все заливные луга были просто все заливалось об текла прямо и примут попадала сок соколова и у соколова вот так вот разворачивалась и получался он получался вот в этом месте вот в этом месте такой вот круговорот воды он крутился 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 и здесь вот видите даже здесь на песчаные отмели их очень много и потом только уже после того как эта вода здесь за прокрутилась она дальше протекала дальше там пристань почта и автора и так далее колывань представляет из себя кочку некоторые говорят что это пуп земли примерно так я тоже считаю и в колывань вот эта вся вода ударялась и получался вот такой вот если вы приглядитесь большой высоты но вот этот круговорот и в кочку в эту в нашу колывань вода билась и по факту все мы понимаем что происходит всегда перенос энергии и колывань при гипотетически заряжалась энергетикой и многие колыванцы жители колывани понимают видят чувствую даже по собственному состоянию что здесь происходит какая-то особенная вещь в колывани что здесь ну опять теперь по-другому течет но еще остатки этой энергетики они существуют и многими ощущаются особенно я прихожу на какой-то перекресток и у меня там происходит чихание я чувствую что здесь на перекрестках колывани энергетика чрезмерная то есть в обычном там посреди улицы идешь нет вот такой энергии а вот она почему-то на перекрестках все время у меня происходит чих и вот об этом как раз моменте о том что колывань это заряженное место говорят ну не то чтобы историки но люди которые ведающие еще на один момент хотел бы обратить ваше внимание рядом с колывани находится скала месторождение гигантского размера добывается щебень и щебень этот имеет повышенный радиационный фон об этом написано на сайте и нас на всех информационных стендах самом а вот этом заведении в этой организации и щебень этот имеет повышенную радиацию это факт задокументированно напоминаю что это щебень нельзя использовать там для кладки дома или еще где-то он только в дорожном покрытии у него такая категория это даже в суде все доказано значит и откуда же здесь колывани вот такой повышенный радиационный фон для многих загадка что это такое почему рядом нигде нету а вот здесь колывани существует радиационный фон еще на один момент хотел бы пока вот у нас здесь q карта google хотел обратить внимание вот здесь вот здесь вот в этом месте так так вот такая вот особенно излучина реки это передаешь им представляет из себя но явную какую-то кружочек кружочек от чего он появился что и с ним и так волей судеб в течение последних там пяти семи лет все деревья на этом кружочке все погибли не знаю фотографии у меня нету но вот съездите кто поедет в соколово там или воешь обратите внимание что все там засохло но не только здесь во многих местах но вот здесь вот очень круглая форма еще на один момент перед демонстрации этого видео обращаю ваше внимание все знают не знаю в колыване точно ну старожилы знают что в колыване существует а еще и радоновые воды что такое радоновые воды это газ это не радиация а радон а это газ который обладает определенными свойствами и медицине можно так сказать даже это как-то так называется что это там живая или мертвая вода существует когда я начал эту тему по поводу радиации следовать мне сказали что наш храм александра невского который вот здесь такой красивый находится копал колодец специально для себя издали воду на исследование и после того как анализы показали что здесь превышение радона в несколько раз колодцем этим запретили пользоваться но так попали ли они там на такую не знаю жилу радоновую либо под колыванию но определенные на определенной глубине определенные воды а теперь предлагаю вашему вниманию вот этот видеоролик на основных направлениях где орда отражала набеги извне существуют пункты под названием колывань или колу вань бабка мне как-то рассказывала о том что такое колывань это очень связано с войной святилище сооружение из бревен в особых местах внутри которого и снаружи были места где сушили для похода в провиант и раскладывали раненых в бою воинов для восстановления в каких именно местах знали только особые люди колдуны или волхвы простой человек не зная мог с не с той стороны приблизиться даже и умереть и составится на много лет а мог и помолодеть в общем довольно таки страшное место было это колывань и их очень боялись святилище колывань делала вокруг себя странные и ужасающие вещи иногда там оживали и бродили кругами покойники там местами можно было в одночасье посидеть и состариться если перед постройкой колована в тех местах рались колодцы то после постройки его вода в некоторых из них становилась мертвой а в других живой также в мертвых местах рядами укладывали раненых в бою и умирающих воинов чтобы их раны затянулись а потом переносили в живые места чтобы они набрались сил и встали на ноги зазубренные мечи в бою которые были за затуплены там молодели в кавычках а в мертвых местах сырое мясо высыхало и его брали в боевые походы и на дальние заставы где она не портилась месяцами некие подобные свойства были у пирамид кстати говоря там лезвие затуплялись или затачивались наоборот мясо высыхало то есть консервировалась интересное свойство я на самом деле с этим соглашусь потому что я когда-то общался с казаческими родами там подобные тоже вещи рассказывались там говорили о том что медицина была на таком уровне что могли оживить покойника который был мертвым еще меньше суток их всегда возводили там где чаще всего происходили побоища там же были и черные кузни где кузнецы колдуны ковали самые совершенные доспехи и оружие так вот в новосибирской области есть колывань а там рядом же в алтайском крае тоже есть колывань и древнее название столицы эстонии колывань расскажу страшную сказку которую слышал еще в детстве от бабки о том как наш в роду отдельный предок ходил в колывань за мертвой водой в семье случилось несчастье покалечилась младшая сестренка она лежала израненная с жаром и в бреду летом раны быстро начинали гнить знающие люди посоветовали добыть мертвой воды чтобы омыть раны достать такую воду можно было только в колывании но идти в колывань жуткое испытание так как место это навья колдовское так вот пришлось ему идти в колывань колыванские волхвы указали ему колодец где была нужная вода и сказали время не теряй один раз ворот повернешь на пять лет состаришься два раза еще настолько же а если бадью опустишь то не успеешь снова вынуть от старости на месте умрешь но он не убоялся и пошел к колодцу принес полную катку мертвой воды волхвам но стал совсем седой и дряхлый как столетний дед тогда самый старый волх виде его бесстрашие поднял белый камень и кинул его далеко в сторону самого колывана повелев принести ему его обратно и уйдя туда седым стариком испытуемый принес волхву белый камень снова став молодым как и прежде вернулся он в родные места принес мертвую воду и белый камень у сестры его быстро на ногах раны зажили как омыли их этой водой а камень положены у изголовья в ее силы вселил стала она еще краше и веселее прежнего этот камень в роду хранили как святыню он обладал чудесной исцеляющей силой сказка это или бы не знаю верите тому или нет решайте сами